Создатель франшизы файтингов Super Smash Bros. Масахиро Сакурай в новом ролике на своём YouTube-канале подтвердил, что продолжает делать игры. Японский геймдизайнер, которому в августе исполнилось 53 года, также не собирается бросать свой блок. Вполне вероятно, что Сакурай уже работает над новой Super Smash Bros. для следующей консоли Nintendo. Этим летом разработчик заявил, что не представляет будущая серия без своего участия. Последней игрой в серии остаётся Super Smash Bros. Ultimate, вышедшая на Nintendo Switch в 2018 году. Активная поддержка файтинга прекратилась с выходом финального бойца Соры из Kingdom Hearts. Всем привет, это GSTV. Сегодня вторник, 2 января 2024 года. У микрофона Евгений Кузнецов, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Даг Кокл, долгое время озвучивающий Геральта из Ривии в серии игр The Witcher, поделился своими мыслями о том, что может произойти в грядущей четвёртой части. В настоящее время компания CD Projekt предоставила очень мало информации о следующем Ведьмаке, и кроме кодового названия Polaris, CD Projekt показал лишь тизерное изображение, связанное со следующей частью серии ролевых игр. Теперь Кокл, сам являющийся знатоком франшизы, рассказал о том, чего он ждёт от долгожданной игры. В беседе с IGN актёр озвучки подчеркнул, что ему ничего не известно о сюжете, который готовит CD Projekt Red. Тем не менее, он признал, что теперь серия отойдёт от Геральта и ожидает, что Цири может выйти на первый план и стать главным героем The Witcher 4. Кокл указал на серию книг The Witcher как на причину, по которой он считает, что это может произойти. Кроме того, он назвал игровые эпизоды с Цири в The Witcher 3 Wild Hunt способом, с помощью которого CD Projekt может передать факел и сделать её следующим главным героем серии. Как отмечает Кокл со спойлерами, в книгах Цири путешествует между измерениями и между мирами. Это одна из её способностей, и она немного занимается этим в игре. Потому, по мнению Дага Кокла, именно этот аспект станет ключевым в приключениях Цири. Как уже говорилось, сама CD Projekt до сих пор хранит молчание по поводу The Witcher 4 и того, что она из себя представляет. Однако после завершения работы над Cyberpunk 2077, The Witcher 4 станет следующим крупным проектом, на котором сосредоточится CD Projekt Red. А это значит, что новая информация может появиться в 2024 году. В дальнейшем CDPR также подтвердила, что будет делать The Witcher 5 и The Witcher 6, а также разрабатывать ремейк оригинальной игры. В Стиме до 4 января действует зимняя распродажа. И вы, несмотря на все ограничения, можете приобрести любые игры оттуда благодаря сервису Купикод. Он позволяет как закидывать деньги на свой Steam аккаунт, так и делать покупки напрямую с сохранением всех стимовских скидок. Ничего выгоднее на сегодняшний день вы не найдёте. Зайдите на страницу пополнения баланса, выберите нужную сумму, требуемый регион, введите логин и совершите платёж. Не забудьте ввести наш промокод GSTV, тогда комиссия снизится на 2%. Если у вас не российский или казахстанский аккаунт, зайдите в раздел с подарочными картами. Они позволяют также недорого пополнять Steam любых других регионов, включая Турцию и Аргентину. Если вы хотите напрямую купить игру без пополнения баланса, таким образом сэкономив на комиссии, зайдите в магазин Купикод. Товар вы получите на свой Steam аккаунт в качестве подарка в автоматическом режиме в любое время суток сразу после оплаты. То есть так вы можете без проблем покупать и те игры, что недоступно для российских пользователей. К вам в Steam постучится бот, не забудьте его добавить в друзья. Вбейте наш промокод GSTV, чтобы сумма была на 10% ниже. Так покупка игр будет максимально выгодной. Здесь большой выбор, в продаже есть буквально весь Steam, с теми же скидками, что и у Steam. Если ищете конкретную игру, вбейте её название в поиске. Процесс покупки очень наглядный, вы сразу видите, на какой регион можно получить игру. Сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта. От вас нужна только ссылка на него, поэтому не беспокойтесь по поводу безопасности. На сайте можно авторизоваться с помощью Telegram и ВК и получать приятные бонусы. При этом для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Также Купикод проводит масштабный конкурс в честь распродажи. Переходи и участвуй. Ссылки и промокод в описании. Директор Dragon's Dogma 2 Хидеки Цуна недавно рассказал, что некоторые из самых интересных идей, реализованных в игре, возникли во время ночных совещаний. Dragon's Dogma 2 — одна из самых долгожданных игр, которые выйдут в 2024 году, и, похоже, разработчики прилагают все усилия, чтобы подарить фанатам отличный игровой опыт. Первоначально анонсированная в прошлом году, Dragon's Dogma 2 недавно обзавелась длительной демонстрацией, в ходе которой было представлено почти час контента. Сюжет будет происходить в мире параллельном первой игре и затронет нации Вермунда и Батала. Геймплей будет похож на предшественника — геймеры смогут поучаствовать в боях, вдохновленных Shadow of the Colossus, и исследовать детализированный открытый мир. Теперь директор Dragon's Dogma 2 Хидеки Цуна раскрыл журналу Play больше подробностей о разработке игры. По его словам, команда очень усердно работает над созданием масштабного открытого мира, и этот процесс часто включает в себя очень долгие совещания. Цуна рассказал, что они проводили многодневные сессии, на которых команда придумывала идеи того, что может произойти в игре. И самыми забавными всегда были идеи, которые люди придумывали, когда работа задерживала их до поздней ночи. После многочасового мозгового штурма обязательно появятся нестандартные идеи, которые, как надеется Цуна, смогут удивить поклонников франшизы. Во время интервью Цуна также пояснил, что хотел сделать продолжение сразу после выхода оригинальной Dragon's Dogma, но не смог. Он поблагодарил фанатов за то, что они поддерживали игру на протяжении стольких лет, и подтвердил, что их поддержка была очень важна для того, чтобы Dragon's Dogma 2 стала реальностью. Dragon's Dogma 2 выйдет в марте 2024 года, поэтому пока рано говорить о том, как воплотятся в жизнь уникальные ночные идеи Цуна. Однако уже сейчас ясно, что геймеры в восторге от грядущей игры Capcom. Вскоре после официального показа в ноябре, Dragon's Dogma 2 стала одним из бестселлеров в Steam благодаря большому количеству геймеров, оформивших предварительный заказ. К сожалению, Dragon's Dogma 2 также станет первым случаем, когда Capcom поднимет цены на свои игры за долгое время. Capcom уже подтвердила, что Dragon's Dogma 2 будет стоить 70 долларов вместо привычных 60. И эта тенденция, скорее всего, сохранится и для будущих релизов. Йосимми Ясуда, продюсер лолипоп-чейн Сори Поп, подтвердил, что игра выйдет в 2024 году. Изначально Драгами Геймс анонсировала ремейк Lollipop Chainsaw ещё в июле 2022 года, а релиз планировался на 2023, к 10-летнему юбилею игры. Однако спустя год издатели заявили, что игра будет отложена до лета 2024 года. И вот, благодаря последнему заявлению Ясуды, похоже, что фанаты наконец-то смогут поиграть в игру в 2024. Оригинальная Lollipop Chainsaw была выпущена в 2012 году и получила смешанные отзывы на PS3 и Xbox 360, а также была признанной игрой, которая так и не смогла полностью раскрыть свой потенциал из-за таких проблем, как неудобное управление. Игра рассказывает о Джульет Старлинг, школьной черлидерше, которой приходится выживать в полчищах зомби с помощью помпонов и, как следует из названия, бензопилы. Несмотря на то, что игра получилась такой же странной, как и звучит, поклонники нашли в ней забавный экшен и занятные диалоги, благодаря чему она стала культовой классикой для некоторых. Теперь, за несколько дней до начала 2024 года, Ешиме Ясуда объявил в Твиттер, что Lollipop Chainsaw Repop определённо появится в новом году. Помимо подтверждения релиза в 2024, Ясуда не сообщил, планирует ли Драгами Геймс запустить игру летом. Сообщение в Твиттер сопровождалось скриншотом игры, на котором Джульетта сражается с гигантским зомби с помощью своей верной бензопилы. Кроме того, Ясуда поблагодарил поклонников за их сообщения в течение года, а также объявил о розыгрыше призов, который начнётся в Новый год, и призом в котором станет фигурка Джульетт. Спустя несколько месяцев после того, как было объявлено о задержке релиза, Ясуда также написал в Твиттере, что Lollipop Chainsaw Repop будет ремастером, а не ремейком, исходя из пожеланий фанатов. Хотя эта новость не понравилась некоторым геймерам, продюсер в следующем заявлении решил развеять опасения поклонников по поводу нового изменения. В частности, Ясуда сообщил, что в ремастере останутся прежними и сюжет, и дизайн Джульетты, поскольку команда Драгами Геймс считает, что именно за них фанаты полюбили оригинал, а всё остальное слегка переработают. Помимо этого заявления, Ясуда держит фанатов в курсе разработки игры. В частности, его сообщения касались таких изменений, как сокращение времени загрузки, настройки распознавания попаданий, а также улучшение визуальных характеристик, таких как разрешение и FPS. После большого обзорного трейлера авторы онлайн-шутера Пионер решили показать, как у игры обстоят дела с графикой. Студия представила два скриншота из разных сборок. Снизу представлена последняя версия, а сверху старая, вышедшая полгода назад. Разработчики добавили, что свежий билд не только приобрел в деталях, но и работает на 40% быстрее. Правда, аудитория отнеслась к изменениям неоднозначно. Одна сторона считает, что новый билд действительно красивее, другая жалуется на изменившуюся цветовую гамму со слишком холодными оттенками. Короче, мнения разделились, и всё зависит от того, какой стиль нравится больше. Произошло действительно новогоднее чудо. Студия Games Voice объявила о выходе российской локализации для Hogwarts Legacy. Озвучка доступна бесплатно для всех желающих. Над дубляжом работало множество профессиональных актёров, которых вы наверняка слышали в других проектах. К примеру, профессора Фига озвучил голос мастера Шифу Александр Ходченков, а главного злодея Рекхэма сыграл Василий Бочкарёв, известный по ролям Альбуса Дамблдора и Гэндальфа. Получился один из крупнейших проектов для ребят из Games Voice, и остаётся лишь поблагодарить их и пожелать удачи в дальнейших проектах. В официальном блоге PlayStation появился список игр, которые Sony раздаст подписчикам PlayStation Plus в январе. Со второго числа обладатели подписки смогут забрать в свою библиотеку три проекта — A Black Tale Requiem для PlayStation 5, Evil West для PlayStation 4 и PlayStation 5, и мультяшную RPG Nobody Saves the World, также для двух поколений консолей. Предложение будет действовать до 6 февраля. А до 2 января подписчики PlayStation Plus могут забрать аркадную гонку LEGO 2K Drive, симулятор-уборщика Power Wash Simulator и инди-приключения с открытым миром Sable. Сохранения в Xbox-версии Baldur's Gate 3 всё ещё могут пропадать, тем самым уничтожая прогресс, достигнутый игроком. Предполагалось, что проблема с сохранениями была исправлена во второй половине декабря, но этого не произошло. И существование проблемы подтвердил руководитель издательского подразделения Larian Studios Майкл Доус. По словам Майкла, разработчики сделали всё, что могли. Сейчас проблемой занимается лично Microsoft. Также Доус пояснил, почему изначально разработчики Baldur's Gate 3 сообщили об исправлении ошибки с потерей сохранений, хотя на самом деле она не была устранена. Команде, объясняет Майкл, не удалось воспроизвести ошибку. Конкретные сроки исправления проблемы пока не сообщают. Сейчас рекомендуют не выдёргивать консоль из розетки, но это, судя по отзывам игроков, помогало сберечь сохранение лишь в очень небольшом количестве случаев. 2023 год был захватывающим для поклонников серии Final Fantasy, но 2024 обещает стать ещё более насыщенным, поскольку ожидается выход следующей крупной части франшизы и одного из немногих её настоящих сиквелов – Final Fantasy VII Rebirth. Эта грядущая игра не просто очередная часть знаменитой франшизы. Она вызывает бурное обсуждение и волнение, особенно в отношении подхода к исследованию мира. После многих лет, в течение которых Square Enix пыталась адаптировать классический формат Final Fantasy к современным платформам, Final Fantasy VII Rebirth пытается вернуть суть того, что сделала серию такой любимой, особенно в подходе к карте мира. Отсутствие исследуемой карты мира в играх Final Fantasy после эпохи PlayStation 2 стало предметом споров как среди фанатов, так и среди разработчиков. Юсино Рикитасе, продюсер Final Fantasy VII Rebirth, работавший с серией с 1990 года, заявил, что исчезновение карты мира стало заметной потерей. Тецуэ Намура, креативный директор Rebirth, поддержал его мнение, подчеркнув важность карты мира для полного восприятия игры Final Fantasy. Как выяснилось в интервью Game Informer, многие давние поклонники серии ощущали разрыв связи с последними играми из-за отсутствия обширного исследуемого мира. Хотя Rebirth не является игрой с открытым миром в традиционном смысле этого слова, её дизайн, похоже, балансирует между линейным развитием сюжета и свободой исследования. Такие регионы, как Травяные земли и Юнона, хотя и обозначены на карте мира как отдельные, могут быть пройдены без остановки, предлагая игрокам ощущение непрерывности и масштаба, которого не хватало в разделённом дизайне первой части ремейка. Если честно, многочисленные трейлеры, показанные к Final Fantasy VII Rebirth в преддверии её релиза в феврале 2024 года говорят о том, что Square Enix постаралась над этим аспектом дизайна игры, но точно мы сможем сказать только после её выхода. Значение эффективного использования карты мира в Rebirth невозможно преуменьшить, особенно для Намуры, который участвовал в разработке оригинальной игры. Достижение баланса между исследованием и повествованием, между ностальгией и инновациями очень важно для того, чтобы Rebirth соответствовала своему наследию. Помимо воссоздания духа ролевых игр 90-х годов, Rebirth отвечает на критику последних игр Final Fantasy за то, что они слишком линейны или ориентированы на графику в ущерб глубине геймплея. Игроки жаждут игры, где исследование является ключевой частью повествования, где сам мир — это персонаж со своей индивидуальностью и историями, которые можно рассказать. Стремление к исследованиям и открытиям — основной принцип ролевых игр, и Rebirth, похоже, готовы его реализовать. Успешно объединив обширный, доступный для исследования мир с захватывающим повествованием и богатым содержанием, Rebirth может установить новый стандарт того, какой может быть современная Final Fantasy. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...